Итак, друзья, сегодня мы начинаем наш первый выпуск нашего шоу. И сегодня к нам приходит очень интересный гость. Не подумайте плохого, не этот. Будьте вместе с нами, будет точно интересно. Итак, сейчас мы снова обращаемся к нашему главному герою, к нашему испытуемому. Вот. Ну, Дим, расскажи, кто ты и чего. Приветствую. Здорово. Меня зовут Дмитрий Шевчук. Я обучаю продвинутым практикам по укреплению отношений и семьи, а также по строению отношений с теми девушками, которые очень сильно нравятся. И сейчас в современном мире мужчинам очень сложно порой построить счастливые, стабильные отношения с девушками. Ну да, они там через интернет только знакомятся. Да, не только, да, потому что сложно из-за этого то, что все сидят в соцсетях, постоянно вот эти вот лайки и так далее, а вживую ни с кем не могут познакомиться. Даже комплимент нормально сидеть не могут. Да, даже комплимент нормально. И здесь нужно воспитать мужчину с самого начала, да, то есть укреплять стержень. И поэтому даже к тебе на тренировки отправляю очень часто, и ребята приходят, хорошие результаты делают. Это сто процентов. Такой вопрос, вот это вот не то, что называют в народе там пикап, не пикап, или это как, или что-то другое какое-то направление у тебя? Нет, у нас намного углубленнее все, то есть у меня именно нацеленность на построение гармоничных отношений, да, с девушками, которые значимы, да, которыми есть определенные сложности у парней. Вот, и именно мы занимаемся психологией, убираем страхи, зажимы различные, да, там, которые мешают мужчине нормально общаться с женщинами, строить с ними какие-то взаимоотношения. Слушай, скажи, пожалуйста, вот, например, вот если бы я бы так чисто гипотетически захотел бы познакомиться с девушкой, вот она стоит, и я такой, а-а-а-а, как бы к ней подойти, ты бы, что бы мне сказал там? Я думаю, в принципе, не проблема была бы в этом, потому что у тебя довольно-таки высокое внутреннее состояние, есть уверенность, и ты позитивный, в первую очередь, да. Потому что нужно в первую очередь на креативность развивать, потому что нас учат с самого детства, да, мыслить по шаблону, особенно мы растем часто под запретами родителей, да, это нельзя, то нельзя, слушай меня, я тебе сказал, вот так делай, да, и мы потом боимся скреативить, а женщинами никак на работе, здесь нужно креативить, что-то придумать интересное, прикольное, да. Короче, мы сейчас покреативим, не будем, да, давай, у нас сегодня очень жесткие испытания, Дим, скажи, ты боишься или нет, или как всегда нифига не боишься? Сейчас, сейчас, науще сильно волнуешься, но на позитиве отношусь к этому. Все, короче, сейчас все будет, все будет, все, давай. Ну вот, я смотрю, уже парни наши разминаются, обратите внимание. Володь, ты себя как чувствуешь там, нормально, да? Он знает, что он будет бороться, но он еще не знает, что с ним будет дальше. Вот этот Диман разминается. Дим, а ты знаешь, что тебя ждет сегодня, хоть маленько-то, хоть капельку? Не очень, не очень, да? Ну, смотри, смотри, Дим, тебе вот эта штучка, она как раз для тебя, это мы будем мерить силу твоего удара и по больной системе. Руку не сломаем? Я не знаю, я не знаю, если правильно сделать. Я знаю одного парня, который сделал, ударил по ней, у него трещина в кости была. Во всем аккуратно. Смотри, а вот эта бита, знаешь, зачем лежит? Мы ее специально сделали, обмотали, чтобы она немножко помягче была. Все, все, пусть будет, да, да. Так, подожди. Ну, Вован, это тоже твое испытание. Ну, иди сюда. А ты знаешь, зачем, Дим, вот эти штучки тут? Вот этот коробок, знаешь? Боже, коробок. И газеты. Вот коробок и газеты, с чем связаны? Резать будем газету? Мы будем резать газету ножом. Мы ее разрежем, я понял. А коробок для того, чтобы поджечь вот этот зал и избежать отсюда, понимаешь? Ну, потому что любим это делать. Будем делать это быстро. Да, 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 ладно. Теперь я расскажу, зачем мы тут и вообще. Значит, мы сейчас будем Диму испытывать по бальной системе. Опа! Да, да, да. Сначала мы начнем с того, какая у него реакция. То есть он будет ловить коробок. Мы покажем, как это делается. Вот, потом ему надо будет из 10 попыток порвать газету, какая у него скорость удара. То есть будем понимать, как у него вообще развиты его рефлексы. Если он там попал в какую-то ситуацию уличную, ему пришлось постоять за себя, за любимую девушку. Порезать здесь. Подожди, ножик только мы режем, мы на половинке порежем. Потом тебе придется испытать свою выносливость, побороться с Владимиром. Там тоже будет бальная система. Мы объясним, в чем баллы. Объясним, какие баллы. И, значит, тебе придется еще поубегать от биты. Я лично буду тебя бить. И посмотрим, сколько ударов ты пропустишь. Полный комплекс эмоций. Да, да, да. Короче, 6 испытаний у нас будет. И еще одно испытание. Никакое я не забыл? Все, 6 испытаний. Получается коробок, газета, бита, сила удара, борьба и спарринг. И спарринг. И еще спарринг. Так, спарринг мы тоже будем оценивать. Оценивать по балльной системе будет оценивать сам Вову, потому что тебе придется спарринговать с ним, а ты не знал. И я буду свои баллы назначать, и мы посмотрим по балльной системе. Потом мы общее количество баллов выведем тебе на таблицу, сложим их и поймем, насколько по балльной системе ты вообще супермен. Рейтинг. Рейтинг, да, да. Ты будешь его открывать. Поэтому мы готовимся. Погнали! Да! Итак, первое испытание у нас будет со спичным коробком. Сейчас условия расскажет Семен. В общем, условия очень простые. Михаил будет у нас бросать коробок с высоты примерно вот в один метр. Да, с высоты... Мне тоже его с коленом, да, по максималке ударить, чтобы он улетел на два метра, да? Нет, нет, твоя задача положить руку на руку Михаила, и он будет бросать... И сказать привет. Можно, но не знаю, поможет ли тебе это поймать. В общем, он будет отпускать его, и пока он падает, ты должен его словить, чтобы он не успел упасть. Руку держа в начальной точке на руке. Вот так. Давай пробовать. Вот так, дай покажу. Ну, подержи коробок. Вот таким образом. Мы держим руку, только это будет высота метра, да. И если он отпускает, то я должен его поймать. Вот сейчас я его не поймал. В общем, дается 10 попыток, соответственно... Один раз должен поймать, да? Вообще нет, смотри. Если ты поймал 10 из 10, то тебе начисляем мы 100 баллов. Если поймал 8, то начисляем 80. Если 1, то 10. Ну, то есть вот так достаточно просто. Да. Сейчас сломаем систему. Это реакция, реакция. Да, да. Готовы? Ну, давай. Ну, все, начнем. Сейчас мы хотим показать, что это, ну, в принципе, реально. Вот. И насколько это реально, сейчас он попробует все ему продемонстрировать. Сколько у меня попыток? Ну, ты просто попробуй несколько раз, хотя бы там 2-3 раза. Ну, хотя бы не раз поймай, да? Да, да. Поймай, чтобы показать, что это действительно реально. То есть он дотрагивается до его руки. То есть это реально. Ну, давай еще раз. Что-то как-то он вообще... Пониже, ввести маленькую руку. Вот так, давай. Это реально. Теперь посмотрим, как это будет делать Дима. Есть. С одного – один. С одного – один. Так, продолжаем. Еще девять попыток. Это было так, как битвы. Так, с одного – один. Битвы, суха, работает. Реакция отличная. Реакция отличная. Так, из двух попыток – один. Так, так. Восемь осталось, да? Осталось восемь попыток. Из трех попыток – один. Он близок, близок. Ну, он очень близок. Реакция очень хорошая, между прочим. А хаос 7? Нервы, нервы. Нервы. Не надо обманывать. Не надо. Для всех все одинаково. Не надо обманывать. Четыре попытки. Четыре попытки? Четыре попытки – сделал. А, сделал, да? Так. Положи руку наверх. Положили. Готовы? Очень близко. Пять попыток использовал. Из пяти попыток – один раз поймал. Причем, первый раз было очень удачно. Приготовиться. Ну, реакция у него замечательная. Уверенность появилась. Уверенность появилась. Круто. Ес! Две попытки. Из шести попыток – два раза поймал. Два раза, да. Я за тебя сам переживаю, между прочим. Сначала четыре попытки. Да. Считаем? Четыре, точно? Да. Добро пожаловать. Три раза. Три раза поймал. Так, три попытки. Три попытки осталось. Представляете, как человек за свою жизнь борется. Так, погнали. Погнали. Пониже маленькой руки. Вот так, да. Все. Есть. Он поймал эту фишку. Да. Получается, четыре. Четыре раза поймал. Осталось. Ну, две попытки осталось. Две. Две попытки осталось. Красавчик. Он угадал. Он угадал. Он момент прочил. Красавчик. Вот это чуйка. Вот это, я понимаю. Вот это в чуйке как раз есть живучесть, ребята. Калибровки. 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 Последняя попытка. Последняя попытка. Итого у нас пять, да? Пойманы. Пять. Да, да. Пять раз поймал. Внешне идентик. Из десяти, папа. Так. Все, сосчитай сразу, сколько это баллов. Ну, короче, получается у нас за каждый балл мы начисляем десять баллов. Итого получается пятьдесят баллов в первом испытании. Ну, что, круто. Поздравляю тебя. Круто, круто. Круто. Я думаю, что это рекорд нашего шоу, потому что ты первый. Потому что ты первый, и он не боится, да. Следующее испытание у нас – это газета. В общем, газету нужно будет разорвать ударом. Дается десять попыток, и суть в том, что если ты разрываешь газету с первого удара, то получается 100 баллов сразу автоматом. Если разрываешь со второго удара, то, соответственно, 90 баллов. Ну, и так вот, да. Наверное, с первого раза по-любому. Чем быстрее ты ее разорвешь, тем круче. 100 баллов сразу автоматом начислен. Вот сейчас покажем, что, в принципе, это реально. Вот кондел такой вообще. Ни разу. Не пробовал вообще газету ни разу не разру? Ни-и-и. Вешал только на стену и по ней отрабатывал ударом. Ага. Ну все, ну все, тогда с почином тебя сегодня. Ну, если получится. Получится. Ну-ка. Да. Значит, ты можешь по высоте себе построить там бумажку, как тебе это надо, и постараться разбить ее ударом. То есть, если высокая скорость, то... Прямой удар. Ну да, прямой перед собой удар. То есть, не надо вот так туда царапать и все, надо просто пробить удар. Хи-хи-хи. Да. Есть пробитель. Ты сюда вставил? Да, вставил туда и пробил. Такой вот вопрос в голове возник. Слушай, а сколько ты вот занимаешься вот этой своей темой вот по, скажем так, обучению мужчин, эффективному общению с девушками, построению отношений? Какой у тебя опыт вообще в этом? Уже более семи лет изначально я просто соблазнял девушек. Потому что у меня был не закрытый гештальт, у меня самого плохо получалось, да, и было очень много различных блоков, ограничивающих убеждений. Я считал, что я недостоин красивых девушек, считал, что нужно там деньги там в них вкладывать или еще что-то, да. Вот. И после того, как я себя раскрепостил, да, соответственно, уже проработал психологию, проработал убеждения в своей голове, да, у меня стало все намного проще, начали получаться какие-то первые результаты, да. Вот. Сейчас у меня очень красивая девушка, и я с ней строю счастливые отношения, вот. И для каждого мужчины, в первую очередь, нужно очистить свою голову от старых негативных убеждений, да, это старого негативного прошлого, потому что оно у каждого имеется. Либо какое-то разочарование после первой любви, либо родители подавляли очень сильно, и у взрослого мужчины просто нет уверенности в том, что его могут одобрить другие девушки, потому что его постоянно давили, постоянно его ограничивали, постоянно ему закидывают какие-то внушения, убеждения, что за девушками нужно ухаживать, дарить цветы, подарки, водить в рестораны. И мужчина забывает о том, что он может с помощью своей личности очень эффективно воздействовать, да, и строить какие-то отношения с девушками. Тим, скажи, пожалуйста, а вообще бывают парни вообще безнадежные? Ну, типа вот, которых там, знаешь, вообще нет шансов. Или каждого можно вот… Абсолютно от каждого можно обучить, да, есть парни, которые решили, что они безнадежные. То есть это лично в голове… Да, и в целях самооправдания, да, некого, да, они придумывают себе какие-то занятия, то кто-то начинается там заниматься какими-то там постоянными медитациями, куда-то уезжает от всего общества, ограничивается, да, становится каким-то интровертом. Кто-то, наоборот, загружает себя работой, главное, чтобы не знакомиться, не общаться, не видеться с девушками. Уже мозг таким образом работает, чтобы делать все, чтобы не видеть женщин, не знакомиться, не общаться. Дим, Дим, очень интересно. Поехали. Ну, я даже тебя ждем. Я боюсь, что ты… Да, да, и на этой теме ты тоже… Газету сейчас вырвем. Значит, у тебя 10 попыток. Сем, покажи, как ты будешь держать эту газету. Я буду держать, ну, наверное, вот так. Вот так, поближе к… А мне нужно прям садить, чтобы голова отлетела и туда влипла, да, чтобы лом отковыкнули. Да, да, да. Тысячи баллов за… Если ты его в нокаут уложишь, там, смотри, смотри, Дим, ты можешь бить с разбегу, если ты хочешь, смотри, себе высоту выстраиваешь, как тебе надо, у тебя 10 попыток, прям за руку, там, так, 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 поровняй, и все. Тебе нужно, да, с 10 попыток порвать эту газету. 360, что там у нас сегодня, 5 часов утра будет? Домашняя кухня. По кухне, короче, ты должен. А твоя передача у вас пока выйдет? Не знаю, не знаю. Вот такая высота нормальная тебе? Будет очень круто. Все, давай, посмотрим. Ну, что, значит, не надо ее порвать, да? Значит, я нервничаю вообще. Я-то нервничаю. Сейчас я представлю, какому-нибудь врага. Давай, давай. Бураков там уже. Он назвал, он тебе враг, тебя назвал земляным червяком. Итак, первая попытка. Мне страшно. Я куда-то власть готовится. Давай, у него даже газета трясется. Вари, у нее руки трясутся. Так, первый удар всегда страшен. Не считай. Ну, нет, газету не порвал, ты просто ее оторвал от руки. Продолжаем дальше. Типа высоко ударил? Да, да, высоковато ударил. Так, минус, короче, минус 10 баллов. Бей вот сюда, и будет сюда. Ну, крик зато понравился, представляешь? Да, очень червы у нас еще и нет. Дима, Дима, тянем, не тянем резину. Давай, давай, вторая попытка. Минус 10 баллов. 90 баллов у тебя пока в этом самом есть. Может, сразу бегу. Слушай, порвал. Есть. Было, была тема, порвал. В итоге у тебя 90 баллов, правильно? То есть ее нужно было порвать, да? Суммарно получается, сколько у нас? 140, да, уже? Первое 50, второе 90. 140 баллов. Ладно, переходим к следующему. Итак, у нас следующее испытание – это сила удара. Дело в том, что противник может быть разный. Если он хочет от тебя набрать здоровье, ему иногда надо будет ударить первым, допустим. И нужно понять, сможет ты его вырубить с одного удара или нет. Вот такой у нас расчет. Человек может наносить удары кулаком, либо локтем, в зависимости от дистанции. Ну, главная задача, чтобы удар был максимально эффективный. Дим, такой вопрос к тебе. Ты когда-нибудь бил по силомерам, по таким? Замерял? По такому ли разу? В торговых центрах бил? На отдыхе там были другого панта, такие груши, которые... Да, ну мы все их видели, знаем, и сразу тогда хотим сказать, что этот силомер не такой. То есть это не такой, как в торговых центрах все видели. То есть там в торговых центрах люди бьют, у них там какие-то космические цифры. Здесь он, мне кажется, более приближенный к реальности, то есть показывает более-менее адекватные результаты. Вот. У нас бальная система следующим образом построена. То есть человек, если, например, выбивает 200 килограмм, то мы 200 умножаем на 0,5 и получаем 100 баллов. То есть, да, получается таким образом. А если 183? Если 183, то мы округляем в меньшую сторону, то есть получается 180 умножаем на 0,5, получаем 90 баллов. Правильно? Ну, наверное, так. Так, смотри, Дим, у тебя будет 4 попытки, ты выбираешь, чем хочешь, тем и бьешь. Хочешь локтем, хочешь перчатки. Попробуй, у тебя 4 попытки. Итак, сейчас у человека, как я уже сказал, 4 попытки. Вот. Сём, ты, значит, прижимаешь максимально плотно. Прижимай. Максимально плотно доску прижимаем к стене, чтобы не было никакой вибрации, чтобы не было никакого отыгрыша. И, Дим, я тебе желаю удачи. Первая попытка. Крик был то, что нужно. 174 единицы он выбил. Я не знаю, в килограммах это или нет. В килограммах, да. Пускай, пускай. Вторая попытка. Как ты хочешь? Так, без перчатки. Без перчатки кулаком. Давай без перчатки. Дима, имей в виду, что нужно максимально крепко сжимать кулак, чтобы не вывихнуть и не... Да, да, да. И не дай бог треснуло, чтобы кость. Да. Готов? Да, давай. А тебе, Сема, удобен, чтобы разбежаться там или еще что-то? Нормально? Нормально. Все, давай. Готов? Нормально, да. Вторая попытка. 127. Самый рекорд 174. Попробуй локтем. Давай локтем, да. Попробуй локтем. Тоже правой рукой? Да. Подожди, подожди. А, монетку, монетку надо поставить? Монеточку, да. Так, заминка. У нас автомат работает только с монетками. Да. Мы пока его не переделали. Так. С локтем, да? Да. Я просто боюсь, что тебе Сема удобен, неудобен. Он тебе не мешает? О, хорошо. Ты посмотри, вложился как в удар. 265. Это рекорд. Это рекорд. Да, есть и 65. Пока это мой самый мощный. Еще есть один удар. Еще одна попытка. Давай с левого локтя. Давай. Так. Опа, хорошо. 210. В итоге. 265 у нас получается самый мощный удар. Сколько это баллов? Мы округляем большую сторону, получается 270, да? И мы делим. Так, чтобы все было точно. 270 мы делим, точнее умножаем на 0,5. 135 баллов. Ты крут! 135 баллов на удары. По этим я вообще положил. Ау, какой ты сильный! Вот это ты даешь. Ну, с локтем проще намного. С полуга, когда прям косточка заболела. Да, да. Если чуть-чуть сильнее, не со всей силой вкладывался. Если чуть сильнее, можно сломать. Но ты уверен в своем ударе, что у тебя все в порядке, да? Конечно, да. Там будет голова, в принципе, хватит нормально для челюсти. Для челюсти какой-то 30 килограмм надо. Какой ты злой! Ну, ладно. Дима, к тебе особенно сейчас важно наше очередное испытание. Мы будем проверять, насколько развиты твои рефлексы на реакцию. На что? Ну, вот мы сейчас, насколько могли, обмягчили вот эту биту. Вот. Я буду ей... Стой! Ну, все, походу испытание. Испытуемый сбежал. Я думаю, что он вернется. Значит, мы облегчили эту биту. Не облегчили, а, я имею в виду, сделали ее максимально мягкой. Чтобы при попадании было, ну, в общем, не больно. Значит, с моей стороны я наношу удары только весом этой биты. То есть, я не вкладываю туда силу. Медленно. Ну, медленно. То есть, она летит своим весом. А сколько мне терпеть придется? Это не быстро. А? Сколько терпеть придется удары? Нам нужен будет секундомер, потому что ты должен в течение минуты уходить вот от таких ударов, которые летят своим весом. То есть, я не быстро, реально в тебя, как бы, я бил на улице, но только вот именно со скоростью веса. Мне за это нельзя уходить, да? Ну, мы специально сделали, чтобы ты отсюда точно никуда не удрал. И тебе нужно метаться. И, в общем, смотри, каждый пропущенный удар, это минус 10 баллов от 100. То есть, изначально у тебя 100 баллов есть, если ты ни одного удара не пропустил. Может, за убою давай. За минуту. Нормально, нормально. Ну, да, да. Это ты у нас будешь пионер. Ну, нет, ты сам, если попадем, если попадаешь вскользь, если рикошетом, то это, значит, ну, ушел от удара. Если реально пропустил там удар где-то по ключице, там, по спине, по голове и по руке, то, значит, минус 10 баллов. А если, например, он будет делать вот так, просто вот весь этот будет от тебя бегать? Пусть выживает и бегает. Его задача, значит, остаться, а я буду, значит, за ним ходить, не бегать и все удары... Одну минуту? Одну минуту. Ровно одну минуту. Ага. Ну что, пробуем? Просто посмотри, я покажу, насколько ты там реально. То есть, он наносит удары своим весом, чуть побыстрее. То есть, можно встраиваться, поточнее в меня, пожалуйста, ну вот. И вот таким образом он будет наносить течение, я прогоносить. Можно чуть приколоть не надо, только удары. Только удар. То есть, он наносит, как будет удар, я встраиваюсь и показываю, что это вверх. Вот такая история. А как у тебя это получится, мы уже это посмотрим. Суть в том, что он должен выстраивать плоскости, правильно, под удар? Параллельные плоскости... Это правильно. Это правильно. А если ты будешь метаться и бегать, и тоже не пропускать удары, то тоже это будет правильно. Но какими затратами усилий? То есть, твоя задача показать, насколько ты живучий. Все, нам нужен сейчас таймер, и мы начинаем. У нас минута времени, у него есть его законный струбал. Я готов сваливать его. Ну что, готовы? Все? Дмитрий, готов. Начинаем. Поехали. У него очень лучше, с моим весом. Пока не раз не пропал. Смита. Своим весом, конечно. Слушай, он молодец, хорошо получается у него. Одно попадание есть. Попал! Два, два, три, три, пять секунд. Время. Время. Так, ну что, получается, три попадания, правильно? Да, ну там одно вскользь было, такой рикошет, я его не буду считать. Ага, два попадания. Итого получается 80 баллов, правильно? Пальцы отбил. 80 баллов. 80 баллов. Круто! Как впечатление? Жестко очень. Страшно? Да, очень. Ну получается хорошо прям. Ну да, да, да. Ну, кого учился? Ну смотри. Ну, я скажу так. Вы знаете, если по-моему там ударят 1-2 удара, то у вас там больше шансов спастись. Если по-моему бьют в течение минуты много-много ударов, и от каждого удара чисто психологически даже тяжело уходить. Но, тем не менее, Дима справился с этой задачей. Я думаю, что очень качественно. Да, молодец, прям красиво. Удар в голову чисто не пропустил, по-моему, ни разу. Куда-то там, по плечам, да? Да, да. Так, ну что, у нас, Володя, как твоя готовность? Я готов. Все, отлично. Переходим к следующему. Следующему испытанию, самому жесткому. Ну, что Володя-то причем? Сейчас будет. Дим, скажи, пожалуйста, боролся когда последний раз? У тебя на тренировке две недели назад диктами. На камеру бороться страшно, да? Конечно страшно. Сейчас, значит, Семен расскажет условия бальной системы. Как мы считаем наши баллы по итогу борцовской схватки? В общем, считаем мы следующим образом. У нас борцовская схватка длится две минуты. Две минуты нормально? Да. Отлично. Две минуты. Вот. Итого это получается 120 секунд. За борцовский поединок испытуемый может получить максимум 100 баллов. Получается, мы делаем следующим образом. Мы берем 100 баллов, делим на 120 секунд и получаем 0,83 единицы за одну секунду, проведенную в борцовской схватке. 0,83 балла. Итого получается, что если у нас испытуемый продержался две минуты, то мы начисляем ему 100 баллов. Если у нас испытуемый выиграл досрочно, заборол нашего эксперта по борьбе Володю, то получается, что досрочно выиграл, сразу получил 100 баллов автоматически. Если испытуемый проиграл, скажем, на 90 секунде, сдался, 90 секунд продержался, мы берем 90 секунд, умножаем на 0,83 и получаем, что получил он 74,7, округляем большую сторону, 75 баллов за борьбу, которую он провел 90 секунд. А если он испытуемого заборол, допустим, на первых 5 секундах? Сразу 100 баллов начисляем, молодец, красавчик, уважуха и почет. Борьба закончена. Да, борьба закончена. То есть, если он сдался в середине, начисляем, правильно? Бороться я буду с очень опытным, да? Ну, у нас Вован, он более-менее опытный борец, он у нас тоже давно тренируется, там все, вот, и занимается борьбой только у нас в основном, ну, знает, что такое джиу-джитсу, знает, что такое, и ты с ним сам немного раз боролся, поэтому ты уже знаешь. Ну, с ним давно тяжело бороться. Ну, тяжело, да, но куда деваться, мы поэтому взяли как бы никакого мальчика со стороны. Практически нереально я имею ввиду. Нет, я очень надеюсь, я очень надеюсь, что сегодня не ударишь глаз лицом. Так что вот, ладно, ну что, начнем? Поступаем. Дим, ну, перед этим у меня блиц-опрос. Скажи мне, пожалуйста, вот как эксперт в своей области, какие три самых главных качества, чтобы парень был успешным у девушек? Смотри, первое, это быть раскрепощенным, то есть избавиться от своих тараканов, загонов различных, да? Не жить для чего-то мнения, да? И не стараться быть хорошим для кого-то. Это одно качество? Это первое, да. Это первое. Быть раскрепощенным, да? И делать то, что ты хочешь именно, да? Второе, это знание навыков и техник, именно соблазнение, построение отношений. Это тоже очень необходимо, это умение, да? И третье, это креативность, эмоциональность. То есть это тот навык, который также очень нужен многим мужчинам, потому что многие парни такие серьезные, цветы, подарки, рестораны больше ничего придумать не могут. То есть эмоциональность, это одно из основных таких вот. Круто, это круто. Скажи мне, пожалуйста, три качества, которые нужны в борьбе. Техника, постоянно тренировать технику, чтобы был арсенал, чтобы было много разных движений. Это раз? Это раз. Два дисциплина, делать это постоянно, не пропускать, не пережирать, не жареть. И физуха, чтобы была сила, чтобы была выносливая, чтобы была реакция. Скажи мне, пожалуйста, а творчество, это как, разнообразие? Творчество, где-то вот, когда много дисциплинировано, занимаешься техникой, это один и два. Да, да, хорошо, как бы, хорошая импровизация, это хорошо подготовленная импровизация, правильно? Да. Ребята, вы готовы? Ну, погнали, погнали. Итак, ребята, смотрите, две минуты, две минуты борьбы. Правила мы объяснили, будем бороться, ребята, с колен. Почему с колен? Потому что это опасно, если кто-то из вас упадет там на что-то, не дай бог, что-нибудь. Себе свихнет, и все, без травматизма. Начинайте с колен. Давайте, ребята, готовы? Парни, парни, подождите, подождите, подождите. На колени! Парни, давайте, на колени встаем, на колени встаем. Значит, исходное положение, чтобы от друга никто не бегал. Один взял вот так, и ты его точно так же здесь. Готовы? Секундомер у нас готов. Раз, два, три. Погнали! Дима сразу забрался в положение гард, открыл, проворонил его, сайд-контроль проворонил. Вова выбрал позицию маунт. Дима выходит, смотрите, Вова его сразу уже ловит на треугольник. Вышел с треугольника. Могу задать сразу следственного. Вова, ты там случаем не поддаешь, что ему? Работаем, работаем. Забирайся в маунт, я болею за Диму, я за Диму болею. А, видно, тренер. Да смотри, как круто перевел Диму. Дима, ты в такой позиции обалдеть, смотри сейчас. Так, тут креветочка нужна. О, нет, 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 45 секунд прошло. 45 секунд прошло. Вы представляете? Смотрите, опять поймал, опять поймал. Надо выходить. Погоди, погоди. Так. Смотрите, Диман, ничего не боится, атакует. Минуту продержались. Володя, опять, легко проходит сайд-контроль. Дима понимает, что нужно разрывать дистанцию, чтобы не лечь. Дорожон. Дима, контри его, контри его. Опять прошел, опять прошел. Переводи его, переводи мостом. Переводи мостом. Посмотрите, Володя удерживает позицию. Опять забрался в маунт. Посмотрите. На него, на него, на него, папа, поднимай. Выходи. Напигай, атакуй. Красава, сколько времени осталось? Минута 40, осталось 20 секунд. 20 секунд. Дима, атакуй из последних сил. Ах ты, проворонил. Давай, терпим. Атакуй, атакуй, Дима. 10 секунд. Почти проседался с 3 минуты. Посмотрите, Володя, Володя, мне кажется, уже сдает позицию. Посмотрите, поймал его, поймал его. Посмотрите. Время. Красавцы. Ребята, как себя чувствуете? Как себя чувствуете, парни? Плохо. Диман, ты представляешь, тебе еще спарринговать, представляешь? Реально, что ли? Да, да, целую минуту. Вот это да. Вов, ты как себя чувствуешь? Хорошо, мне очень понравилось. Спасибо тебе большое, спасибо тебе большое за участие. Ну что, ты заработал вот сейчас своей выносливостью, своим старанием, свои законные 100 баллов. Я тебя поздравляю. Я тебя поздравляю. Красавчик. Красавчик. Так, ну что? Все, переходим к следующему испытанию. Итак, у нас последнее испытание начинается. Самое, наверное, одно из самых тоже сложных, наравне, наверное, с борьбой. Опять с Вованом? Да, ну конечно, Вован у нас главный эксперт в этом вопросе. Вот. В общем, спарринг у нас продолжается одну минуту, и баллы мы считаем следующим образом. Спарринг, как нам кажется, достаточно сложно оценить объективно и посчитать как-то количественно, оценить его по баллам. Поэтому мы делаем следующим образом. Володя, так как он у нас человек, который испытывает нашего гостя, он проводит спарринг и выдает свою субъективную оценку по итогам спарринга. Он говорит, ну я оцениваю нашего гостя Диму на 7 баллов. 7 баллов, он отбился, круто вообще. Если там Володя пропускает, да, и то, значит, Дима, круто, начинайте 10 баллов. Если я Володю вырублю, то вообще 1000 баллов, как вы и говорите, он меня вырубил 0, да? Да, ну в общем, стараемся придерживаться субъективной оценки Володи. То есть задача сейчас вырубить друг друга постараться? Нет, задачи вырубить у нас никакой нет, мы стараемся все-таки друг друга беречь. Красиво показываем такой красивый бокс, спарринг, но друг друга бережем, безопасность прежде всего. И плюс, следующая оценка, это будет оценка Михаила, он будет со стороны также оценивать бой, бой Димен. Вот, он его оценивает как тоже главный эксперт этого всего мероприятия. И, например, у нас получается такая история, что Володя оценил на 6 баллов, а Михаил оценил на 7. Что мы делаем? Мы 6 плюс 7 складываем, вычисляем среднее и получаем, что у нас получилось, например, там, допустим, да, 6,5 баллов. 6,5 баллов это равно 65 баллов. Вот таким образом мы оцениваем наш боксерский поединок. Вот, все, приступаем? Готовы? Да. Друзья мои, вы правила знаете, у вас есть всего минута, у тебя уже есть законные твои 100 баллов, если ты, а, не 100 баллов, тебе Дима даст, то есть Володя тебе даст, свои баллы я тебе дам. Спасибо за то, что я убедил со стороны и то, что он прочувствовал на себе. Ребята, покажите красивый бой, красивый бокс. У вас одна минута. Секундометрис, там что, готов? Готовы? Так, по углам, по углам. На, 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 он тебя представил. Можете шлепнуться перчатками. Можете шлепнуться. Поприветствовали, сразу видно, настоящие. Внимание, внимание, одна минута времени. Готовы? Да. Раз, два, три. Бокс. Они только бокс. Смотрите, как они медленно начали. Как это, они медленно начали. Да что ж такое, берегут друг друга. Посмотри, а? А побыстрее никак? Вот, посмотрите. Дело в том, что, смотрите, накладывает под разными углами. Снизу, сверху, сбоку. Посмотрите, Володя хреново. Он умстит за борьбу. По разнообразной работе. По разнообразной работе. Смотрите, он его поджимает, поджимает. Сколько времени прошло? 37 секунд. Ты посмотри, 20 секунд осталось. Посмотрите, но Володя не сдается. Ты посмотрите, накидывает и накидывает. Накидывает и накидывает. Посмотрите. Не скончаем мою серию. Ничего не боится. Ну, Володя тоже грамотно защищает. Руки поднял, не боится, накидывает. 5 секунд. Стоп. Так, парни. Что скажешь? Такое мужское испытание, да? Ну да. Сложно было? Да. Блин, ну ты красавчик. Разнообразно, красиво работал. Да-да. И бил и снизу, и сверху, и сбоку. Такие структурные удары. Начали, конечно, потихонечку присматриваясь друг к другу. В конце концов, показали более-менее какую-то рубку. И сейчас, смотри. Володь, у меня к тебе вопрос. Сколько баллов ты его оценишь, исходя из того, что ты по нему попадал тоже, и что ты от него пропускал удары, на сколько баллов он как боец для тебя в данный момент? На твое мнение. С половиной можно? Можно. Как скажешь? На восемь с половиной. На восемь с половиной он тебя оценивает. Потому что очень открыт слева, справа, но не слева. И очень лез срубиться, может, он просто за борьбой обиделся, но... То есть очень лез срубиться, из-за этого пропускал то, что не должен был. И очень открыт справа. И еще полбала за капу. Ну да, да, да. То есть получается восемь с половиной, правильно? Восемь с половиной. Восемь с половиной. Ну, ты знаешь, Дим, я посмотрел, с моей точки зрения, некоторые удары у тебя были, вот именно ты руку так опускал и отсюда накидывал удары. Да, да, для драки на улице это, конечно, очень опасно. Поэтому я тебе даю, на мой взгляд, семерочку. Семерочка капы не было, вы работали аккуратно, семерочка с половиной. Но это очень, очень круто было для тебя. Так что это было... Так что у нас средний балл... Смотрите, мы считаем. Мы считаем. По итогу. Семь с половиной плюс восемь с половиной. Получаем шестнадцать. Делим на два. Получаем восемь баллов. Итого восемьдесят баллов. Дим, ты получил восемьдесят баллов. Это было очень круто. Это было очень круто. Ты настоящий боец. Ты просто мужчина. Я даже... Мне не поворачивается слово сказать мужик. Ты мужчина. Поэтому и... И я вообще благодарен тебе за то, что ты пришел. Так что... Спасибо большое. Да-да-да. Тебе спасибо большое. Давай. Давай. Дим, такой вопрос. Что для тебя из испытаний самое интересное, самое сложное? Вот что было? Самое сложное, наверное, когда по силовой груши пробивал. Потому что там я понимал, что можно просто кулак сломать. И надо было как-то так вот аккуратно очень бить, пробивать. И газета, наверное, спичечный коробок тоже. А что вот самое такое вот интересное? Борьба, борьба. Да, в принципе, все, по-моему, что-то я даже не знаю, могу что-то выделить. Все такое прям интересное и разное. И перетекающее из одного в другое. Кому-то посоветовать бы, мог бы такое же пройти испытание? То есть это испытание для кого? То есть кто должен сюда прийти? То есть это для настоящих мужиков, которые там не боятся? Или как считаешь? Абсолютно для всех там. Для бодибилдеров, для тех, кто занимается там какими-то единоборствами. Либо там еще каким-то спортсменам, которые, допустим, легкой атлетикой занимаются. Либо какими-то там еще видами спорта. А девушкам можно было бы сам? И девушкам тоже, да. В принципе, все можно по лайту работать. И как бы очень классно тем, что тут разные виды силовых тем. Рефлексов, да. Тут и скорость, и выносливость, и сила, реакции. То есть все можно проверить. Как бы затестить. Это очень интересно на самом деле. Ну да. Здорово. Ну мы сейчас тогда почитаем твои финальные баллы. Сколько ты получил за все испытания. Вот. И спасибо большое, что посетил. Ты первый у нас на нашем шоу боевые репрессии. Самый смелый. Самый смелый парень, да. Спасибо, что с подчином как бы нас. И что пришел. Очень круто. От души спасибо, что пригласили. Тоже удачи вам. Много ребят занимается. Тоже у Михаила, который проходит у меня обучение. Приходит за мужским воспитанием. Это очень необходимо. Дима, спасибо тебе большое. Ты настоящий мужчина. От души. Давай, красава. Володя, спасибо за участие и за проведение всех наших самых сложных испытаний, которые были в конце. Имейте в виду, в следующем испытании, вот, кого мы пригласим, Володя будет так же участвовать. Он будет так же участвовать. Все будет. Поэтому мы его держим как за эталон. Поэтому имейте в виду, вы можете к нему там подстраиваться. Я, например, бы его заборол бы там сразу бы или нет. Или еще что-то. Но он дал нам добро, то, что он будет всегда с нами на каждом таком испытании следующего участника. Благодарю. Итак, первое испытание у нас было с Димой. Какое? Коробок. Коробок. Сколько он там заработал? 50 баллов. 50 баллов. 50. Следующее газету порвал. Так. Со второго раза порвал. 90 баллов. 90 баллов. Так. Следующее. Силомер. Так. 135 баллов. 135. Потом бита. Пропустил один удар. Вообще красиво сделал. А, подожди. Два. Два удара пропустил. 90. Почему 90? 80. 80 баллов. Да. Так. Следующая, получается, борьба. Продержался две минуты. 100 баллов. Чистые. И? И спарринг. Средняя оценка получилась 80 баллов. 80 баллов. Да. Плюс 80. В итоге, значит, калькулятор кладем и считаем. Так. 50 плюс 90 плюс 135 плюс 80 плюс 100 плюс 80. 535. Слушай, ну это высокий результат. Я думаю, это... Навряд ли кто-то Диму может перепрыгнуть. Я так считаю. Это наш топ-1. Ну, пока что точно топ-1, потому что первый. Круто. Все. 535 баллов. Молодец. Ну вот, сегодня мы записали наше первое видео нашего шоу. И что я могу сказать по поводу нашего гостя. Так сказать, моё резюме. Ну, это понятно, что вот он тренировался у меня. И поэтому, когда вот он уходил от ударов битой, правда, я его не так быстро бил, но тем не менее, в течение целой минуты он уходил от ударов. И это понятно, что он тренировался у нас. И у него есть как раз те необходимые определенные навыки, чтобы себя обезопасить в жизни. То есть, с рефлексами у него в этом плане всё в порядке. Скорость ударов у него тоже такая довольно-таки приличная. Вот. И на спарринге, мне кажется, он показал себя вначале довольно-таки скованно. Вот. Но в конце концов потом уже разошёлся. Но мало он думал о защите. Наверное, он думал больше всего, как он выглядит на камеру. И тем не менее, я-то про него знаю, что он, если вы ему придётся повоевать, то он достойно всё может сделать в этом плане. По силе ударов. По силе ударов, мне кажется, он маленько подиспугался наносить удары по силомеру. Потому что видно, когда он наносил удар кулаком, локоточек у него подпрыгивал кверху. И такая история мог бы ударить и посильнее. То есть, одним словом, на себя немножко сковывал. Но вот определённый азарт у него появился на ловле коробков. Естественно, он это делал первый раз в жизни. И поэтому у него не совсем всё получалось именно схватом. Не ловил на лету вот этот коробок. А так у него с реакцией всё в порядке. Я хочу сказать одно. Если он будет тренироваться и дальше, то, естественно, и он вырастет и в своём мастерстве именно в том, что он преподает то, что он развивает. Он уже очень раскрепощённый, разносторонний человек, весёлый. Знает, что сказать и что сделать. И поэтому результат у него довольно-таки приличный. Не думаю, что кто-то может в ближайшее время его как бы переплюнуть. Вот так. Поэтому я ему желаю удачи и вам дальнейших наших просмотров. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!